Однажды капитан Долго Семенов, прогуливаясь возле бара, наткнулся на двух людей в переулке. Один был Долговец, и он был мертвый, а второй Сталкер сидел рядом и что-то делал с телом. Семенов сначала страшно разозлился, подумав, что этот Сталкер убил его товарища. Ах ты, негодяй, убил моего соклановца. Но потом он подумал, что нельзя хватать первого попавшегося Сталкера. Это же не честно, надо быть со Сталкерами дружелюбным. Прости, пожалуйста, друг, я тут все уберу, а ты иди с Богом. Ага, ща, я только вещички его. Ага, свои вещички заберу. Спасибо большое. До свидания, приходите к нам еще. Семенов похоронил Долговца и пошел в бар. Но ему пришел на рацию сигнал СОС, или САС, что на его друзей напали свободовцы. И капитан снова разозлился. У них же со свободой вражда. Когда капитан Семенов прибежал в деревню Кровососов, там был страшный бой. Его друг, капитан Иванов, был тяжело ранен в руку. А пять бойцов Долга были уже убиты. Но вдвоем Долговцы смогли отбить атаку свободы. Оставшиеся трое анархистов испугались и убежали обратно на базу. Фух, спасибо, дружище. Спас ты меня. Пойдем обратно в бар. Помянем наших погибших товарищей. Только поминать будем компотом и супом. Потому что мы, бойцы Долга, ярые трезвенники. Точно, друг. Но когда они почти дошли до бара, к ним подошел какой-то наемник и спросил. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы знаете, где я могу найти капитана Иванова? Здравствуйте. Иванов, это я. Ой, хорошо. Я вас еще уже третий день. У меня на вас заказ. И наемник неожиданно стреляет прямо в голову капитану Иванову из пистолета. Сначала Семенов сильно удивился, а потом сразу разозлился. Что вы наделали? Вы убили моего друга. Но, понимаете, у меня на него срочный, дорогой заказ. Плевать я хотел на ваш заказ. Вы убили моего лучшего друга. Но заказ же... Семенов не выдержал и убил наемника. Он был очень расстроен и не контролировал свои действия. Он понимал, что не должен был убивать наемника, потому что у того был заказ на Иванова и тем более на территории Ростка. Но смерть друга Семенова очень расстроила. Он похоронил его и пошел в бар. Там он потребовал у бармена дать ему водки. Ты что? Бойцам долго нельзя пить спиртное. Это не по закону долго. Умоляю, дайте мне пузырь водки. Другие сталкеры и долговцы наблюдали за ним и зашушукались, осуждая еще между собой. Ты посмотри на него. Он водку требует. Ага, еще пожалуйста не сказал. Это что за безобразие? Фу, какой позор, какое бескультурие. Он что, захотел из группировки вылететь? Семенов, возьми компот вишневый. Я не продам тебе спиртного. Дай мне, блядь, водки. Вы слышали? Он выругался матом. Какой кошмар. Позор. Какой пассаж. Генерал Воронин будет в ужасе. Он что, решил в бандиты пойти? Только они позволяют себе такие высказывания. Но этого быть не может. Долговец не может пойти к бандитам. Он же... Долговец. Осуждаю. Семенов рассердился, что ему не продают водку, и тогда отобрал целую бутылку со столика сталкеров. Те были очень возмущены, но драки устраивать не стали, потому что в баре не принято драться. Для этого была арена, но сейчас она была закрыта на ремонт. Семенов напился, объелся, обматерил всех, кто был в баре, включая бармена, и лег спать под столом. А утром его разбудили другие долговцы и отправили на разговор к Воронину. Генерал был очень недоволен поведением своего подчиненного и начал его отчитывать. Капитан Семенов, тебе не стыдно? Столько нарушений за один вечер. Убил наемника, который выполнял заказ. Войны из-за одного какого-то наемника, конечно же, не будет, но синдикату все равно неприятно. Потом ты заказал у бармена водки. Водки. И не сказал ему, дайте пожалуйста. А потом вообще материться начал. Это позор на весь долг. Что о нас скажут другие группировки? Мне вообще похуй. Что ты сказал? Я тебя из группировки выгоню. Вообще похуй. Боже, мое сердце. Мне плохо. Вон. Вон из долга. Прочь с глаз моих долой, мерзавец. Вообще похуй. Семенов, уже бывший капитан долга, ушел с ростка. Побродив сначала на свалке, он решил пойти на затон. Во-первых, там он еще не был. А во-вторых, погибший друг Иванов всегда мечтал побродить по просторам затона. Посмотреть на мертвое русло реки Припять, на застывшие в безмолвии старые катера и баржи, поеденные зубами коррозии. И почувствовать звуки, погружающиеся в болотную нозицу... Ой, простите. Короче, Семенов пришел на затон. Когда он сидел на Скадовске и завтракал, к нему подошли двое сталкеров. Но они оказались бандитами. Бандиты смеялись над Семеновым, но ему было плевать. Он уже не относил себя к долгу. Бандиты поняли, что ничего от бывшего долговца не добиться. Но им даже стало жалко его. Слышь, чё? Тебя как звать? Серега Семенов. А чё, погоняла нету? Тупо Семенов? Тупо Семенов. Ясно. А я Чебурек. А это мой кореш Харек. Слышь, чё, Семенов? Айда с нами. Куда это? Ну типа будешь с нами реальным пацаном. Гопать лохов, пидоров всяких. Ты мужик вроде как крутой, все-таки в долгу ходил. Ага, чё. У нас банда пока только маленькая, только восемь человек, плюс мы. Пахан у нас Борька Трубис. Реально чёткий пацан. Недавно Кровососа в одиночку отпиздил. В Припяти. На балконе. Голыми руками. Хмм. Стать бандитом? Творить бесчинство? Пограбить, насиловать, убивать сталкеров? Совершать набеги на их лагеря? Ага. Хмм. А мне нравится? Да, я пойду с вами. Я буду бандитом. Трепещи, зона. Итак, бывший капитан Семенов получил прозвище просто капитан. И отправился с Харьком и Чебуреком в их банду. Но это уже совсем другая история. Семенов получил прозвище. Семенов получил прозвище.